Есть некоторые очень важные вещи, которые нужно делать до, во время и после тренировки. И это становится особенно важно с возрастом. Ведь есть очень много болезней, которые связаны со старением. А тренировки — один из лучших способов противостоять им. И как я говорил в другом видео, отсутствие тренировок, движения, как раз и вызывает некоторые такие болезни. Один из очень важных эффектов тренировок заключается в увеличении числа митохондрий. Митохондрия — это электростанция клетки. Она превращает пищу в энергию, а также в сырье для создания тканей тела. А тренировки напрямую увеличивают количество митохондрий. И это важно, ведь очень многие болезни связаны с дисфункцией митохондрии, включая рак. И улучшая состояние митохондрий любым способом, вы улучшаете своё здоровье. И пару слов о стволовых клетках. Тренировки увеличивают количество стволовых клеток. Это ещё не созревшие клетки, которым ещё предстоит стать какой-то тканью тела. Они могут стать любой тканью, которая вам нужна. Тканью суставов, тканью поджелудочной железы, печени, чего угодно ещё. С возрастом стволовые клетки работают хуже, но тренировки могут омолодить много стволовых клеток. Итак, если вы не тренируетесь, вам надо начать тренироваться регулярно, особенно с возрастом. И тренировки — один из лучших способов уменьшить стресс. А стресс есть у всех, и его надо свести на нет. Без тренировок уровень стресса повышается. Тренировки улучшают сон, снижают сахар в крови, их польза огромна. Итак, первый момент по поводу тренировок. В тренировках есть четыре параметра. На самом деле в тренировках есть четыре фактора. Первый — длительность, как долго вы тренируетесь. Второй — интенсивность тренировки. Третий — восстановление после тренировки. И четвёртый — частота, количество повторений за тренировку или количество тренировок в неделю. И любые виды тренировок — это на самом деле просто сочетание этих четырёх факторов. Первое, о чём я расскажу, — это восстановление. Отдых. Отдых не только между тренировками, то есть сколько раз в неделю вы тренируетесь, но и продолжительность отдыха между подходами. Скажем, вы делаете восемь повторений какого-то упражнения. Это называется подход. Как долго нужно отдыхать между подходами? Многие на высокоинтенсивных интервальных тренировках отдыхают секунд 30. Проблема тут вот в чём. Во-первых, тело при этом не успевает восстановить запасы АТФ. Если вы отдыхаете всего 30 секунд и сразу начинаете упражнение снова, не имея полного запаса АТФ, то есть энергии для снабжения мышц, вы не сможете тренироваться с максимальной отдачей, как смогли бы, если бы отдохнули чуть дольше, и это может замедлить ваш прогресс, особенно если речь идёт, например, о спринте или другом высокоинтенсивном спорте. 30 секунд мало для отдыха. Запас АТФ не восстановится. Лучше, особенно на интенсивных тренировках, отдыхать 4-5 минут между подходами. Тогда тело будет успевать восстанавливать запас АТФ и сможет задействовать на тренировке максимум энергии. Ведь интенсивность — это ключевой фактор тренировки. Чем выше интенсивность, тем больше гормона роста, выше активация мышц. Так что намного разумнее фокусироваться на интенсивности, выполняя меньше повторений и, возможно, больше подходов, чем снижать интенсивность из-за усталости и пытаться сделать много повторений, поскольку вы уменьшили вес и делать меньше подходов. Итак, больше отдыха между подходами, меньше повторений, высокая интенсивность. Кроме того, большую пользу от тренировок, особенно высокоинтенсивных, мы получаем через 1-2 дня после тренировки, когда спим. Тренировка повреждает мышцы, а в ходе восстановления тело становится сильнее, потому что адаптируется к этому стрессу. И ещё о высокоинтенсивных интервальных тренировках. Скажем, вы делаете какое-то упражнение, и ваш пульс становится очень-очень высоким. Допустим, вы бежите короткую дистанцию на полной скорости в течение 10 секунд, и ваш пульс поднимается, не знаю, скажем, до 160 или 170 или выше. Именно симпатическая нервная система заставляет пульс учащаться. В момент, когда вы прекратили бег, будь то спринт или просто подъём по лестнице, вы начинаете отдыхать. И многие отдыхают активно. Иначе говоря, они, возможно, шагают на месте или делают какое-то упражнение. То есть они продолжают упражняться, но не так интенсивно. Кому-то это подходит. Если вы, скажем, бежите спринт, а потом ходите, но намного лучше, пробежав короткую дистанцию, полностью остановиться. Почему же полная остановка лучше активного отдыха? Потому что когда вы останавливаетесь после высокоинтенсивного упражнения, ваш пульс начинает снижаться. А снижается пульс под действием парасимпатической нервной системы. Это будет противоположной реакцией. То есть симпатическая система повышает пульс, а парасимпатическая активно снижает его, подобно тому, как мы нажимаем на педаль тормоза, чтобы снизить скорость автомобиля. Мы жмём на тормоз, мы убираем ногу с педали газа, а потом жмём на тормоз. Парасимпатическая система подключается и жмёт на пульс, чтобы снизить его. Итак, когда вы полностью остановились, не упражняетесь, а сидите, тренируется ваша парасимпатическая нервная система. Это немного неочевидно, но это важно делать, если вы хотите лучше восстанавливаться после нагрузки. Я знаю об этом, поскольку в своей практике я использовал прибор для измерения вариабельности сердечного ритма. Я оценивал восстановление людей после тренировок. И у тех, кто полностью останавливался после нагрузки, со временем улучшался контроль парасимпатической нервной системы. И не забывайте, что блуждающий нерв — это часть парасимпатической нервной системы. Это главный нерв, который во многом контролирует систему пищеварения, сердце и многие органы в брюшной полости. Сильная парасимпатическая нервная система улучшает сон, восстановление, особенно после тренировок. Следующее, о чём я расскажу, это контрастная терапия. Это когда после тренировки вы либо принимаете холодный душ, а потом, возможно, горячий, либо ложитесь в ванну со льдом, а потом идёте в сауну или в джакузи. Есть много данных о том, что это реально помогает восстановлению и ремонту тела. Это ускоряет процесс омоложения повреждённых мышц, уменьшает воспаление и сокращает время, необходимое для ремонта тела. Я экспериментировал с этим и обнаружил, что я восстанавливаюсь отлично после того, как погружаюсь в холодную воду. У меня есть ванна, в которую я запрыгиваю после тренировок. Это работает очень и очень хорошо. Я не использую тепловую терапию после этого, но как-нибудь и с этим поэкспериментирую. Если использовать холод после тренировки или даже тепло, будь то душ, сауна, джакузи, вы получите больше пользы. Особенно, если вы, как и я, генетически предрасположены к воспалению. У меня проблема с этим даже в спорте. Я должен следить за тем, чтобы не допускать перетрена и уделять больше внимания отдыху между тренировками. И, конечно, я не знал этого, когда занимался спортом. Так что я просто тренировался пару раз в день, 7 дней в неделю. Большая ошибка, потому что в конце периода соревнований по борьбе я едва мог ходить. Вот что я еще хочу сказать на эту тему. Мышцы сокращаются и расслабляются. Движение, при котором мышца укорачивается, называется сокращением или концентрическим движением. Оно укорачивает мышцу. Когда мы удлиняем мышцу, это называется эксцентрическим движением. Например, когда я подтягиваюсь, я поднимаю подбородок над перекладиной. Когда я опускаюсь, я удлиняю мышцы, это называется эксцентрическим движением. Или, скажем, я отжимаюсь, а потом я медленно опускаюсь. Это тоже эксцентрическое движение. Порой мы забываем об этом. Возможно, выполняя отжимание, мы с силой отжимаемся, а потом пассивно опускаемся. Или, подтягиваясь, мы с силой тянем себя вверх, а потом очень быстро опускаемся. Если делать упор на эксцентрических движениях, польза от тренировки будет намного больше. Это относится к жиму лежа и к любым другим упражнениям. Фокусируйтесь на негативном движении, на удлинении мышцы, и ваши мышцы будут сильнее, они будут лучше восстанавливаться, ваши мышцы будут больше, они будут быстрее, и даже отсроченная болезненность будет меньше, ведь мышцы будут сильнее. И это хороший метод прогрессии. Например, часто люди могут подтянуться лишь несколько раз. Поставьте под турник какую-нибудь подставку и встаньте на неё. Опираясь на подставку, подтяните себя к турнику и сфокусируйтесь на медленном опускании, на эксцентрическом движении. Если так делать, то спустя время, возможно, через 2-3 недели, вы сможете делать намного больше подтягиваний, ведь вы работаете над обратным движением. Следующая тема — углеводы. Если вы слегка перекусываете до, во время или после тренировки, как делают многие люди, они едят углеводы, возможно, протеиновый батончик с сахаром, или пьют энергетик, такой как гаторейд с сахаром, то вы сводите на нет всю пользу от кетоза, сжигания жира и аутофагии. Аутофагия — это переработка старых повреждённых белков в теле, что как бы омолаживает тело. Вы тратите много энергии в ходе тренировки, а потом идите немного углеводов, и это, по сути, сводит на нет всю пользу. Особенно если вы пытаетесь сбросить вес в области талии. Очень полезно тренироваться, когда вы голодаете, а есть, может быть, через час, полтора или даже через два часа после тренировки. Тогда улучшений будет больше. Но мы имеем дело с гормонами. В ходе тренировки уровень инсулина всегда повышается. Нам говорят, инсулин как анаболический гормон улучшает рост мышц. Исследования на эту тему неоднозначны. Одни говорят, что это так, другие говорят, что это не так. Но я точно знаю, что инсулин влияет на мышцы, на проникновение белка, аминокислот в мышцы, и он предотвращает потерю белка мышцами. Так надо ли нам повышать инсулин или нет? У диабетиков и у тех, кто ест много углеводов, есть инсулинорезистентность. А при инсулинорезистентности инсулина как раз не хватает. Поэтому при диабете происходит потеря мышечной массы, а людям с инсулинорезистентностью трудно нарастить мышцы. Им говорят, ешьте больше углеводов, чтобы повысить уровень инсулина и нарастить мышцы. Я не советую так делать. Я советую вот что. Следуя к этой диете, а это низкоуглеводная диета, съедайте 50 грамм углеводов и получайте это количество углеводов из ягод. В трёх стаканах ягод содержится 50 грамм углеводов. Если вы молоды, можно и больше, грамм 75. Также надо знать, что употребляя белок, тоже можно повысить уровень инсулина. Если съедать даже 20 грамм белка, уровень инсулина повысится в какой-то мере, но не так сильно, как от углеводов, но повысится. Так что у вас будет больше инсулина, и для этого не надо есть сахар. Итак, белок повышает инсулин, при этом он повышает уровень гормона антагониста, глюкогона, который помогает сжигать жир и наращивать мышцы. Я советую получать также больше электролитов, можно в виде порошка, ведь калий, магний, кальций, хлориды очень важны для сокращения и расслабления мышц, а также для энергии нервной системы и мышц. Когда вам хватает электролитов, мышцы сильнее, и тело лучше насыщено жидкостью. И не забывайте об электролите натрии. Хочу сказать ещё вот что. Когда мы едим, возможно, через час, два или даже через три часа после тренировки, что именно нужно есть? Что ж, самое важное, о чём нужно поговорить, это белок. По этой теме в двух словах не скажешь, но я изложу кратко основные моменты. Нет лучшего белка для роста мышц, для ремонта мышц, для тренировок, чем красное мясо. Можно есть бифштекс, стейк и так далее. Можно есть и баранину, это тоже красное мясо, и другие виды красного мяса. Почему важно красное мясо? Красное мясо — это более высокая концентрация аминотислот, причём биодоступных, чем курятина, чем растительные белки, а в них аминотислот совершенно недостаточно. А ещё красное мясо — это то, что мы хотим нарастить. Мы хотим нарастить своё красное мясо. Поэтому красное мясо — это отличный шведский стол из всего, что нужно для роста мышц, ремонта мышц и для снабжения мышц энергии. В красном мясе есть карнитин. Карнитин — это, так сказать, автобус. Он перевозит жир в двигатель, в митохондрию, электростанцию, чтобы мы сжигали больше жира. Вот что делает карнитин. И в красном мясе его много. Есть ещё креатин. Что он делает? Он даёт мышцам топливо для высокоинтенсивных взрывных нагрузок во время тренировок. И в красном мясе очень много креатина. Кроме того, в красном мясе есть карнозин. Он действует как антиоксидант, нейтрализуя молочную кислоту, которая образуется в ходе тренировки. Это повышает показатели, долголетие, позволяет тренироваться дольше. Но это ещё не всё. В красном мясе также есть все кофакторы, такие как железо, витамины группы В, которые необходимы, чтобы аминокислоты работали. Если вы едите сывороточный протеин в порошке, вы не получите кофакторы, витамины и минералы, которые позволяют метаболизировать белок, как при употреблении красного мяса. Задумайтесь вот о чём. Энергию внутри наших мышц вырабатывают митохондрии. Не знаю, изучали ли вы биохимию, но даже если изучали, большинство людей в замешательстве относительно того, что представляет собой цикл Крепса. Цикл Крепса — это, так сказать, сборочный конвейер маленьких штучек, которые возникают внутри клетки, внутри митохондрии. Наше тело берёт пищу и превращает её в энергию, которая существует в виде АТФ. А также наше тело превращает пищу в строительный материал для создания тканей тела и для химических реакций в теле. Это цикл Крепса простым языком. Но многие люди не знают, что для многих участков или этапов этого конвейера нужны те или иные нутриенты, чтобы всё работало. Если этих нутриентов мало, возникает узкое место, всё просто перестаёт работать. Это влияет на цикл Крепса. Из-за этого прекращаются выработка энергии и биохимические процессы где-то в теле. И есть способ выявить это, я ещё сниму видео об этом. Но суть вот в чём. Нам нужно, чтобы весь этот конвейер работал гладко, и чтобы были все микронутриенты, а именно железо, В1, В2, В3, В6, В5, магний, а также марганец и ещё один нутриент, кофермент Ку-10. Он тоже есть в митохондрии. Но знаете что? Если вы едите красное мясо, вам не о чем беспокоиться. В нём всё это есть. Если вы едите качественную говядину, травяного откорма и всё такое, в ней есть все эти кофакторы. Всё, о чём я говорил, всё это уже есть в ней. Всё, что нужно для роста и ремонта мышц. Но вместо красного мяса люди едят куриные грудки, а в них слишком много жирных кислот омега-6. И в них качество явно хуже, как и качество растительного белка. Оно совсем никуда не годится. Кто-то думает, что это чистый белок и что он поможет. Это не так. Ещё можно есть яйца. Это хороший белок. Только не ешьте яйца сырыми, ведь сырые яйца могут лишить вас биотина. Их биодоступность намного ниже, чем приготовленных. Ещё один неплохой источник белка — высококачественный сыр. Ведь из чего делают сыр? Его делают из молока. Когда животному в природе нужно молоко? Когда оно растёт. Почему? Потому что в молоке много факторов роста, которые способствуют росту мышц. Так что немного сыра может сотворить чудо с мышцами в плане их роста, увеличение их размера. Только не ешьте сыры низкого качества. Если можете найти европейский сыр из сырого молока, он лучший. К тому же сыр — ферментированный продукт. Так что он полезен ещё и своими микроорганизмами. И он лучше, чем сывороточный белок. Это другой вид белка. Он очищенный. То есть сывороточный протеин — это рафинированный белковый продукт. И не берите постное красное мясо. Берите его только если на самом животном было мало жира. Но не старайтесь есть животный белок, из которого удалили жир. Ведь, опять-таки, это тоже процесс очистки. Говядина травяного от корма лучше всего, только не берите самую постную. Но животных травяного от корма трудно сделать жирными, ведь им не дают зерна. Это нормально. Просто люди одержимые избегают жира, стремятся есть постное то, постное сё. Даже если вы едите курицу, ешьте её хотя бы с кожей. Если едите рыбу, то лучше тоже есть её с кожей. Также хочу поговорить о восстановлении между тренировками. Допустим, после тренировки у вас что-то болит. Нельзя тренироваться, превозмогая эту боль. Пусть тело восстановится. И порой на это нужно больше, чем один, два, три или даже четыре дня. Лучше сосредоточьтесь на сне. И последний момент насчёт сна. Если вы спортсмен и много тренируетесь, знайте, что микроэлемент, которого обычно мало у спортсменов, это медь. И это может ухудшить ваш сон, особенно быстрый сон. Так что, если вы спортсмен и не можете спать семь, семь с половиной или восемь часов, принимайте немного меди перед сном. Много не надо. Нужно совсем чуть-чуть. И посмотрите, что будет. Ваш сон может улучшиться. Вам не нужно принимать её долго. Возможно, пару недель. Но суть в том, что тренировки лишают вас меди, и вам нужно знать, как получить больше меди из пищи. Я дал вам много советов о том, что делать до, во время и после тренировок, чтобы улучшить их. Но есть очень интересная информация о красном мясе и о том, что в красном мясе помогает восстановиться после тренировки. Вот в этом видео. Посмотрите.